МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валидольная концовка, куда без нее и, наверное, судейство. В этом матче было все. И это было очень и очень интересно. О составе, наверное, поговорим чуть позже. Сначала о голах. Первые 10 минут Арсенал забил дважды. Такого бодрого начала не припомнить. Даже со Спартаком в 30-м туре прошлого сезона со вторым голом тянули до 24-й минуты. Первым забил Сунзун. Забиец убежал от защитника и легким кивком отправил мяч в угол. Мы на тренировке очень много работаем над стандартными. Наверное, могу уже с закрытыми глазами выйти в штрафную и все равно поймаю траекторию мяча. Почти сразу могли забивать второй мяч, но подождали еще пару минут. Качев прошел по флангу, прострелил в штрафную. Максимов подставил грудь и с полуметра занес мяч в ворота. Что Урал? Гости пытались вяло атаковать. Арсенал же играл осторожно и попроще, не стесняясь выносить мяч в штрафной. Тарханов понимал, что 2-0 это не приговор, тем более с сыроватым пока арсеналом. Он на послематчевой пресс-конференции сам рассказывал, что отыгрывал за богатую тренингскую карьеру и не такое. Я в Софии работал, мы играли с Локомотивом в подиуме. Первый тайм мы 0-2 проиграли. Второй тайм 5-2 выиграли. И все. Тоже как мы с Краснодаром на кубы играли 3-0, проиграли. Потом 3-3 и по пенальте выиграли. Что сделал Тарханов? Уже в первом тайме поменял Емельянова на более атакующего чентурию. К тому моменту арсенал снова забрал мяч, но пропустил. Как так вышло? Обычно. Максимов не добежал за Бавиным. Тот прострелил в штрафную. Сунзо не успел накрыть передачу. Денисов и Альварес лежат, Беляев стоит, а мяч уже в сетке после гола Бигфауга. Скажу как капитан очевидность, но 2-1 это не 2-0. Во втором тайме Урал попытался было взять инициативу в свои руки, но это был вечер арсенала. Вечер желаний и стремлений, вечер опасных моментов, вечер невезений, вечер отвратительной реализации. Теперь разберем момент с незасчитанным голом. Настырный Джорджевич заставил Гадзюра ошибиться. Мяч взмыл в воздух, Черногорец не бросил борьбу. Гадзюр роняет мяч, судья свистит. Было ли там нарушение? Пожалуй, локтем Джорджевич вратаря все же задел. Далее еще немного о судействе. На 65-й минуте после быстрого розыгрыша штрафного Чаушич бил поворотом, но мяч заблокировал Фидлер. Причем показалось, что снаряд отскочил защитнику в руку. Арсенал продолжил атаковать. Разнообразно, даже, наверное, как-то снова легко, как в первом тайме. Качев, Беляев, Чаушич, да там уже и не вспомнишь, кто только не пытался. Забил Гевсеев. В камеру он ничего не кричал, да и не Вадим он, а Алексей. Гевсеев радовался и говорил спасибо Чентурии за прекрасную передачу и защите Арсенала за очередной ляп. Гевсеев легко отклеился от Чаушича. Беляев в справедливости ради держал своего игрока, хотя чуть тоже от него отстал. Сунзу не успел. Урал отыграл два нича. Обязательные голы пропустили. Там в первом эпизоде показалось, что нарушение правил было. И с аута там пошла атака, и быстро там вскрыли фланг, и пропустили второй гол. Тоже такой неоднозначный, там чуть-чуть, наверное, не разобрались. Потеряли, может быть, игрока, который там ворвался в шахтную. Разберем ошибки, надеюсь, таких больше не будем допускать в следующих играх. И вот он старый добрый валидол. Выход 1-1 Чентурии, удары Бигфалви выше перекладины, опасность после стандарта. Арсенал, конечно, тоже мог забить, но 2-2. Кто заработал очко, кто потерял 2? Тарханов вот четко ответить затруднился. Божевич нашел свой ответ. Думаю, что сегодня мы проиграли. От некоторых болельщиков после матча пошел шквал критики, такой, что даже произносить страшно, да и не хочется вовсе глупости озвучивать. Да, матч, наверное, проигран. Божевич сказал правильно, нельзя выпускать такие игры. Но с другой стороны, когда уже дойдет, что задача, озвученная клубом, а это минимум 10-е место, по сути и есть борьба за выживание. В клубе не хотят нервной концовки, как в прошлом чемпионате. Хотеть можно многое, а на деле. Оказывается, Тос, на который говорили, что он как Твенте может обыграть не только Арсенал, но и Локомотив. СКА берет очки с Рубином, или что Амкар така слаб по сравнению с прошлым сезоном, или Динамо обычный выходец из ФНЛ. Нужно быть не пессимистом, не оптимистом, нужно быть реалистом. А реальность в том, что находиться после шести туров в зоне стыков с четырьмя очками для Арсенала – это не позор. Играть дома в ничью с Уралом – это тоже не позор. Вопрос – как сыграть в ничью? Вот здесь вернемся к самому началу, к стартовым составам. Травмированы у Арсенала Григолава, Расич, Берхамов и Александров. Для нынешнего Арсенала это близко к катастрофе. По сути, четыре игрока основы. Кто в запасе? Вот так, чтобы реальный игрок, который прям поиграл в своей карьере. Хагуш, Горбатенко и Бурчану, которые единственные и вышел на замену. Да, Секоев есть, есть Ермолиски, Менгазов, Аджоев. Им когда-то надо начинать, уже как-то пора начинать, но вот пока не выходит у них. Может выйдет через тур 10 в следующем сезоне никогда, но не сейчас. Сейчас они не готовы усилить игру клуба Премьер-лигия. И не по уровню мастерства, наверное, я даже не имею права об этом судить. Они просто не готовы войти в такую рубку, как с Уралом. Сходу и решить исход матча. Другой вопрос, ну когда-то же надо начинать, почему не сейчас? Да потому что результаты хотят здесь и сейчас. Чуть ли не Лигу Европы подавай. Наверное, пока отбегавший 90 минут Джорджевич может принести пользы больше, чем свежий Секоев. По крайней мере, Божевич сделал всего одну замену. Но стоп, дело-то не в дублерах, да. Они должны быть на скамейке и в основе. Но вот арсеналу не хватает реальных, опытных и качественных игроков. Новички есть, но и проводили из клуба немало. Неужели от хорошей жизни Божевич пробовал Александрова на непривычной для него позиции? Или от хорошей жизни эксперимент с Денисовым в опорной зоне? Причем эксперимент отчасти неудачный. Мы хотели там в опорной зоне игроков, который видел это единоборство, который хорошо проиграет. И чтобы у нас при стандартах были специальные игроки, которые могут попрыгнуть как в атаке, так и в обороне. И нормально, чтобы он там вообще помогал этих двоих центральных защитников. Ну, можно сказать, что это неплохо работало в первую тайну, а в вторую тайну что-то там не получилось. Я думаю, потому что беговой объем у центрального защитника и опорная полуза защитника, они не одинаковые, и вот все он подустал. На вопрос, будут ли еще трансферы, Черногорец сказал, что надеется на это еще полмесяца до закрытия трансферного окна. Говорит, что нужно еще много игроков нет, едва ли, наверное, парочку, и желательно с российским паспортом, но где их найти? Так что будем рады и Пуличу, о котором говорили. Следующий матч играть с Ахматом, который проиграл три встречи, по-другому, после удачного старта. Обозленный, раненый Ахмат, все плохо, матч на выезде, опять проиграем. Ерунда, поборемся. Пока же мы внизу таблицы, и там все плотно. Одна победа, и мы на коне. Хотя, пока с коня, повторюсь, не падали. В общем, ждем выезд в Грозный. Игра пройдет в следующий понедельник. А у меня на сегодня все. Всем удачи, до следующей передачи. Субтитры сделал DimaTorzok